Обрадует. Ага, они могут и не только образовываться в желчном пузыре, они могут им в печени образовываться. Она решила применить указанный метод очищения печени с помощью картофельной воды, выполнила все указания, и вот ее слова. И как будто заново родилась. Так я себя хорошо чувствовала. Видите? Что можно сделать? На ваши вопросы. Вот это вот видео как раз отвечает на ваши вопросы, а также смотрите предыдущее видео по чистке печени, чтобы у вас информация была. Это то, что я говорю. Можете почитать то, что я написал. Пишу я более подробно, а возможно даже тут и рассказал более подробно, нежели здесь. Вот смотрите, летнее очищение печени. Можно летнее очищение печени делать. Вот далее. Шесть проверенных способов знания желчных камней. Как это? Ну это тут всякие. То есть вот можно почитать и для себя придумать, вернее подобрать. С помощью свеклы. Что там, где там хранить. Комбинирую на чищении печени желчного пузыря. Это я уже на себе проверил и описал. Вот как и что я сделал. После голодания 36 часов я, значит, бегал, чтобы все это потрусилось. Далее, потом шел там куда-то в баню. Потом, значит, пил этот самый яблочно-свекольный сок. И все лежало. Далее, избавление от лямбли в печени. Многих это касается. Многие спрашивают, будем говорить, вот у меня там такие-то, такие-то там заболевания. Вот как непосредственно, грубо говоря, вот это вот место лечить. Если какое-то есть заболевание вообще, это говорит о том, что в целом в организме непорядок. И в результате этого непорядка страдает уже конкретно какой-то орган. Поэтому надо воздействовать, вернее, чтобы избавиться от этого конкретного, конкретной болячки. Надо не столько на нее, как убирать условия, породившие эту болячку. И первым делом надо убирать, нормализовать работу в целом организме. Как только вы нормализуете вот эти болячки, палец, значит, как это самое? Сами собой. Наша задача, смотрите, вот сейчас этот пример прочту. Просто нормализовать работу организма. Это можно сделать разными методами. Быстрее всего и проще всего это сделать с помощью очищения. Вот дальше, дальше закрепить-то надо изменением образа жизни, существенным элементом которого является питание. Но не об этом. Смотрите. Мне 34 года, занимаясь по вашим книгам, начал год назад. По собственной инициативе и желанию. 34 года уже человек столкнулся с проблемами со здоровьем. И смотрите, что за год сделал. Ну, вначале. А толчком послужило то, что не видел свою маму полугода. Полугода. Мамка, молодец. Ах, старая гвардия работает как. А когда увидел, то не узнал. Так как от прежней больной женщины осталось и следа. От чего болезнь? От того, чтобы человек накопил кучу шлаков. Все у него работает не так. И у него организм тратит жизненную силу на то, чтобы как-то осуществить жизненные процессы. Поддержать просто-напросто, знаете, тлеющую жизнь в этом загрязненном теле. Естественно, кожа тут будет, все будет висеть и так далее. Она постройнела. Вылила, начала, а постройнела. Это говорит о том, что сбросила стройность. Откуда возникает вот эти вот, допустим, жировые, знаете, отложения. Они чаще всего вбирают в себя различные шлаки. Организм уже, знаете, для того, чтобы как-то работать за счет жировой ткани, растасовал эти шлаки по, значит, жиру. И вроде тут чисто. Это все равно, что в комнате я проходик это подмел, а всю эту пыль не туда выбросил, через дверь, а по углам ее, по углам ее там, это, натрамбовал и фиг с ним. По центру хожу, чисто-чисто. А что по углам творится? Ужас. Так вот, когда вот это вот очищается, вот эта вся дрянь выходит, и незачем жиру скапливаться. Он уходит сам с собой. Значит, она по стране вылечила аллергию на лекарства, аллергия на лекарства. Вот эти все, я так скажу, вот все, что там говорят, ищем аллергены, ищем там мутагены и прочее, хоть так нецензурно просто-напросто, выразится. То есть, грубо говоря, 95% аллергии, связанной с тем, что у нас настолько зашлакован организм, что уже чуть что-то, а тем более, лекарства на, а, аллергия на лекарства. То есть, новое поступление, ниже, ни этого, чужеродного материала, в виде лекарства, вот, оно уже порождает реакцию очищения. Аллергия – это попытка организма вывести вещества, чужеродные вещества, из организма тем или иным способом. Человек начинает задыхаться, текут слезы, там, слизь, там, либо он там чешется, либо он там покрывается вот это через кожу. То есть, он уже не может организм выводить эти все вещи, и вдобавок включаются вот такие механизмы подъем температуры, слезы, чихание, и понос, и так далее. А из-за того, что он уже загрязнел, и что-то новое попало, он уже все. То есть, аллергия уходит на раз после чистки печени, и очищение толстого кишечника. Аллергия на лекарства. Чувствует себя очень хорошо, то есть, ничего не мешает. Человек чувствует себя хорошо тогда, когда ему ничего не мешает. И вот, когда я наглядно все это увидел, решил попробовать. Наглядность, естественно, работает лучше всего. Я вам приводил свои фотографии, когда я вот это все это так резко, хорошенько прошел, у меня было совершенно иное тело. Фух! И оно было у меня долго, такое тело. Но, будем говорить, вот в чем но? Но в том, что тут увлекся, будем говорить, продвижением книг, потом, как бы сказать, наступило телевидение, потом еще наступило там что-то там-то такое. И ты уже делал несколько недостаточно, что надо было бы делать. А потом уже как-то стало все равно, мне этого хватает. Ну, хватает и ладно там. Интересно, насколько я изменюсь, почистив печень. Запоминайте. И тогда решил попробовать. Почистил кишечник, печень 7 раз, правильно. Сейчас хочу чистить почки. С помощью ваших книг я вылечил тромбофлебит. Страдал 10 лет. Тромбофлебит. Так вот, вот это вот тромбофлебит, нечто там клеит там. Вот эти тромбы в наших венах. Одно от того, что недостаточно движения, это одно. А другое, принимается такая еда, которая, лишенная заряда, она клеит эти. Да, а пища в основном, это разного рода биологический клей. Молочная, казин. О, казиновый клей. Как приклеить, так хрен отберешь. Допустим, там крахмальный клей, картошечки побольше мы едим, хлеба побольше едим. Вот он у нас клейстер получается. А если мы еще запиваем водой хлеб, который должен здесь у нас во рту сначала перевариться от определенной стадии, а потом дальше здесь, то есть процесс здесь и здесь должен быть, тогда он полноценный. А если здесь процесса нет, то туда смылось, а там она это, течет вот этот клейстер, да. Сладости сушат, вот эти вот сахар. Ну, там много можно еще приводить, это просто, видите, разошелся. И это все благодаря тому, что я уже вот сижу на этих травках, и они существенно изменили мою энергетику. Это говорит о том, что идет хорошая работа, и я ее поддержу еще, потяну ее еще. А потом маслица только применим. Значит, вот этот, вот этот вот, кстати, порошок, я думаю, будет прекрасно действовать против тромбофлебита. Вот, летом в жару даже не мог ходить, е-мое, в 34 года, а так это 10 лет назад, в 24 года уже появился тромбофлебит. Постойте, что вы едите, что вы делаете, что вы наживаете такие серьезные болячки. И это тут, грубо говоря, вам же сейчас предлагают какие-то там лекарства, вам предлагают в конце концов где-то узлы идти, удалить, или еще что-нибудь. А это все можно легко решить, если знать, как это сделать. Вопрос, почему это официально не предлагаются такие методы. Вы же отработайте, лучшее возьмите. Для себя, для своих граждан, чтобы в конце концов страна процветала, чтобы человечество в целом было, цивилизация шла. А тут получается что-то обратное. И сейчас сам собой геморрой, геморрой. Ой-ой-ой-ой. Вот смотрите, серьезное сейчас заболевание, тромбофлебит, которое, в принципе, какие-то лекарства применяются. Они вот применяются, а тромбофлебит, как был, так он и был остался. Геморрой. Но не может, когда, смотрите, вот образуются вот эти тромбы, не пропускается кровь через вены, плохой там отток возникает, то, естественно, у нас как плотина, особенно где-то в области печени, возникает портальная гипертония, которая, понимаете, вот так вот, как это, поднимает воду, давление. И что, естественно, у нас? У нас начинают эти вены, в том числе, прямо кишечные, раздуваться, в результате чего образуется шишка, надуло. То есть, вот это давление. Так вот, грубо говоря, не резать, не еще как-нибудь, а мы геморрой устраняем и так далее. Устранили, он может через какое-то время опять появиться. И это, так это и бывает. Редко бывает, что там устранили, и все там. Вот это вот, давление мы убираем, нормализуем работу печени, нормализуем прохождение крови, нормализуем вот эту вот циркуляцию крови, значит, по венозному кругу, по артериальному кругу. И все у нас то, вот то, что неестественно было, исчезает само собой. Ну, как-то надо же понимать, как устроен, как работает организм. Вот на этом опираться, а не просто что-то, ага, вот тут вылезло, мы сейчас там что-то тебе там, сделаем. Ну, ё-моё, ну, что это такое? Исчез сам собой геморрой, стул мягкий, вот и все. Исчезли все простудные заболевания. Раньше, весна, осень, зима, так постоянно, о-о-о-о, постоянные фурункулы и насморк. Фурункул, это говорит о том, что уже произошло заселение, гноеродной микрофлоры, всего организма. Это говорит о том, что кровь отравлена. Это говорит о том, что уже, грубо говоря, еще какое-то время пройдет, и может быть онкология, потому что вот эти вот уже колонии этих всех микроорганизмов начнут, грубо говоря, делать под себя тело. Они уже до такой, как бы сказать, степени доживают, что уже они не одинокие, они уже колонию образуют. Вот эта колония воспринимается, грубо говоря, вот опухоль возникла. Так вот, прежде опухоль возникла, у вас, значит, были, грубо говоря, запоры, у вас были вот эти вот там прыщи, у вас были фурункулы, а потом уже, потом уже, за всем этим, раз вы ничего не делаете, возникает онкология. Насморк, то же самое насморк этот пройдет. Насморк, попытка организма избавиться от слизистых шлаков, которые у нас тут скопились, через легкие и носоглотку. Слизистые шлаки отходят только через нос и носоглотку. Все, они по-другому никак не отходят. А раз их нету, значит, нету насморка. Постранил на 10 килограмм, то есть 10 килограмм токсической вот этой массы, которая держала вот эти все эти шлаки закупоренные, знаете, как, грубо говоря, вот эти вот саркофаги с радиоактивными отходами делают. Вот они отработали, куда их дед, куда их дед, да сделаем саркофаг там и пускай он лежит на дне моря и хрен с ними. Либо там где-то закопаем в землю. То есть человечество поступает вот так, как вот в организме все это проступает. То есть, Бог говорит, маленькое отражает большое, большое отражает малое. Сейчас 80 килограмм рост, 108 сантиметров, тело стало стройное и молодое, как 80-летнего юноши в 34 года, вынослись из головы, повысился общий тонус, прекрасно работает мысль. Итак, я вам рассказал невольно и показал библиотеку, как сюда зайти, как там читать. Пожалуйста, я не хочу, знаете, быть вот этим ретранслятором, как, знаете, то, что я уже написал, то, что я уже отработал, и я их еще читаю, читаю вам, что-то там, так, так далее. Тянитесь к знаниям. Знания – это ваши возможности, это ваше здоровье, понимаете? Это ваше благосостояние, в конце концов. В результате того, что человек больше знает, больше к себе применяет, он становится лучше, в целом улучшается общество. И это общество человеческое, цивилизация, так называемая, начинает облагораживать планету Земля, а не добывать эту нефть, этот, этот, все эти металлы и так далее, и так далее, и так далее. С одного места добыли, яму образовали, бросили, в другом месте складируют, и так далее. В целом, чтобы наша планета, чтобы каждый из вас был лучше, чтобы он, понимаете, совершенствовал сам. Мы пришли сюда для того, чтобы у нас был личностный рост, а не обдираловка друг друга, и не смотрели с ножами, как бы кого там убить, чтобы что-то там захватить, или просто так и жить. Ну вот, в конце концов, вот так все это выходит. Вот этот сайт этому посвящен, и канал этому посвящен. Понравился канал? Звони в колокола! Ставь лайки! Звони в колокола! Звони в колокола! Звони в колокола! Продолжение следует...